Издательство Эксмо. Жанин Мик, Сандра Темпл-Джеттер. Не рычите на ребёнка. Как воспитывать с любовью, даже когда нет сил? Введение. Желание и действительность. Добро пожаловать в реальную жизнь. Как только жизнь может преподносить нам, родителям, такие чудесные мгновения. Мгновения, от которых захватывает дух, и на глаза наворачиваются слёзы. Мы наблюдаем за своими детьми, когда они погружены в себя, когда увлечены игрой, ищут близости или выражают свою любовь. Эти маленькие ручки, которые могут сделать так много, эти большие глаза, которые смотрят на мир вокруг с любопытством, эти создания, которые верят в чудеса. Живой и чистый ум, лишённый предрассудков, и неукротимая, сильная, бесстрашная воля. Потрясающе. Но почему же иногда взаимодействие с ребёнком может быть таким трудным? Почему этот маленький, но полноценный человек, такой родной нашему сердцу, доводит нас до белого коленя? Мы хотим быть самыми лучшими родителями, и при этом зачастую оказываемся беспомощными. Иногда мы боимся сами себя и своей неспособности оставаться любящими родителями, несмотря на жгучее желание быть таковыми. Все эти чувства, куда их деть? Что мешает жить счастливо и проявлять любовь так, как мы этого хотим на самом деле? Тому есть много причин. В большинстве случаев вовсе не ребёнок виноват в том, что наше поведение сродни проснувшемуся эмоциональному вулкану, который беспрестанно плюётся лавой и способен извергнуться каждую секунду. Дети чаще всего становятся лишь спусковым механизмом, а не причиной взрыва. Но если не ребёнок, тогда что же? Тут мы можем вспомнить наше детство, наши первые такие яркие годы жизни, людей, которые, возможно, не смогли подарить нам любовь и доверие, в которых мы так остро нуждались. Мы можем задуматься и о наших жизненных обстоятельствах, о буднях, которые порой отнимают у нас так много сил и изматывают, о стрессе, с которым приходится сталкиваться. Наверняка мы задумываемся и об отношениях, о тех, что у нас есть, о тех, которые неудачно закончились, и о тех, которые мы бы хотели иметь. Всё это присутствует в нашей жизни и спрятано где-то внутри. Даже если мы порой и не осознаём этого. Наша повседневная жизнь напоминает бесконечную стройку. Стресс на работе, стресс дома, все чего-нибудь хотят, и времени на то, чтобы хоть немного порадовать себя и других, их катастрофически не хватает. Как со всем этим справиться? Как вынести это бремя и, кроме того, удовлетворить собственные нужды или, может быть, желания других? Да уж, в действительности это не всегда легко. И вполне понятно, что мы не всё успеваем, что иногда что-то выходит из-под контроля. Отличная новость. Это нормально. Правда. Это жизнь. Она снова и снова бросает нам вызов. Просто так, без всякого предупреждения. Чтобы мы могли расти и открывать в себе что-то новое. Мужественно исследовать непознанное и сохранять старое, если оно нам дорого. Или же оставлять его в прошлом, если оно больше не соответствует настоящему мироощущению. Но что будет, если мы потерпим неудачу? Если строительные работы поглотят нас, а очередной вызов окажется не по зубам? А если это отрицательно скажется на отношениях с близкими людьми? Если вам не удаётся сохранять любовь в стрессовой ситуации, и вы слишком часто испытываете стресс, настало время перемен. Плохая новость. Воспринимая себя как жертву обстоятельств, мы ничего не сможем изменить. Если же мы хотим жить осознанно, мы сами должны стать творцами. Для этого следует наделить себя властными полномочиями и проявить мужество, много мужества и любовь. Всё это должно стать частью нас, чтобы в трудные моменты мы задавали себе вопросы. Каким я хочу быть сейчас? Нравится ли мне сейчас то, что я делаю? Как я хочу жить? Я иду в нужном направлении? То, что я делаю, соответствует моему мировоззрению? И если нет, то что я могу изменить сейчас, чтобы встать на верный путь? Нам нужно решиться действовать, предпринять что-то для решения проблемы, найти такой способ, который бы благотворно сказался на нашей личности. Если следовать за этой мыслью, то станет очевидно, что все трудности и неприятные события прошлого, а также сегодняшние обстоятельства, имеющие отношение к нашей реальности, вполне преодолимы. Жизнь приглашает нас разобраться с ними, активно действуя, а не пассивно ожидая перемен. Взять инициативу в свои руки и изменить положение вещей не получится, если пытаться управлять обстоятельствами, которые не зависят от нас и которые при детальном рассмотрении вовсе нас не касаются. Это лишь отнимает силы и уводит в сторону от нас самих и людей, с которыми мы хотели бы стать ближе. Я желаю тебе найти ресурсы, чтобы изменить то, что в твоих силах. Я желаю тебе терпения, чтобы пережить то, что ты не в силах изменить. Субтитры создавал DimaTorzok